здравствуйте я снимаю этот обзор через год после того как появился он в продаже этот зарядник я очень хотел на него посмотреть и я видел много обзоров на ю тубе после того как он появился до появились обзоры вот в деталях к сожалению никто не показал что тут как тут почему так и поскольку я страдаю display money а здесь есть дисплей да вот никто не мог показать никто не показал в обзорах поэтому я очень хотел его посмотреть потрогать и первое впечатление которое у меня складывается он очень тяжелый он реально тяжелый сейчас я сгоняю за весами обязательно его взвешу а весит он 445 граммов это невероятно полкило для зарядника 140 ватт на мой взгляд это много снимаем сразу пленочку и смотрим как он выглядит ну я бы сказал симпатично да вот такой все вот такой красочный прозрачный корпус видно вон там два конденсатора таких огромных здесь он дроссель видно тоже конденсатор и не один он там 2 и в общем все очень даже как бы круто здесь технические характеристики конечно мы их сейчас всех рассмотрим и узнаем что тут на самом деле вилка конечно же китайская потому что для внутреннего рынка это все делается но сначала посмотрим на его комплектацию комплектация действительно очень богатая так что у нас тут подложка большая книженция по даже переходники тут ну да поскольку есть порт дисси сразу говорится о переходниках для ноутбуков ну в общем кое-что здесь даже расписано и даже на английском языке дальше в коробочке еще три коробочки давай кстати здесь что у нас тут снизу а практически ничего никаких не технических характеристик ничего здесь не сказано ладно в большой коробке что у нас тут о мешочек для переноски с фирменным логотипом почти ничем не пахнет хорошо дальше там у нас осталось пусто и здесь вот такой вот переходник для того чтобы все это дело не торчало в розетке а можно было положить на стол конечно же тоже сейчас проверим хлястик даже вот такой вот есть так здесь у нас что кабель кабель юсби си на юсби си с большими толстыми разъемами которые будут отводить тепло ну по идее должны отводить тепло наверно да кстати его разобрать можно было бы и посмотреть раз есть пазы для отвертки ну ладно на вид качественно так насчет мягкости но не сказал бы что особо мягкий но ладно мягкий так пока сложим сторонку тоже здесь у нас что здесь у нас еще один кабель и 5 и 5 на 2 с половиной до 5 и 5 на 2 с половиной тоже с такими же разъемами и точно такой же материал хорошо что есть такой в комплекте обязательно проверим все это дело посмотрим как же он выглядит в розетку но он очень тяжелый он прям нереально тяжелый да и конечно для розетки ему будет тяжеловато он может и наверно ну не знаю зависит от контактов но вроде бы висит вроде бы висит и видим сразу он весь заморгал засиял тут дисплей дисплей что дисплей видит чувствует гравитацию но я бы не сказал что он яркий но видно видно нет да нет яркий яркий до переворачивается весь а у меня уже логотипчик свой конечно я у него уже при поиграл конец разумеется как можно перед обзором не поиграть не посмотреть что у него тут обязательно покажу стандартные заставки которые здесь могут быть а здесь до кнопка сенсорная нажимая на нее мы переключаемся между заставкой и собственно больше ничего если зажать вон выключается просто выключился чтобы не маячить но в розетке это не так интересно конечно же будем использовать переходник с переходником наверное все это намного приличнее будет пробуем да да ну так интереснее да можно положить так можно и так подключу же я его сразу тоже в розетку до загорелся заморгал и у меня все равно встает вопрос а назначение вот этой вот подсветки она может быть и весело и круто но как-то вот честно говоря поскольку я уже сказал что я в него поиграл но меня она отвлекала то есть вот он светится особенно ночью ну нет это как-то но выглядит до максимально симпатично да это необычно необычно ничего подобного конечно еще пока нет ну и перейдем сразу к делу порт юсби и посмотрим на протоколы которые у него там есть пройдемся авто детектом тестером что он нам покажет интересно покажет он нам как уже вижу samsung адаптив до 12 fcp тоже до 12 супер хуавеевский до 12 но 22 ватта ну и вроде бы как все все на этом все ну я думаю этого достаточно чтобы отсюда снять там 18 ватт и подзарядить какой-то там свой гаджет который питается от юсби и возьмем фирменный комплектный кабель воткнем его в юсби си сначала в этот и также пройдемся авто детектом и он уже нам показал почему-то только 105 ватт но может быть после после перезагрузки он что-нибудь увидит до после перезагрузки конечно же да он увидел епр 140 ватт и даже показал pps до 5 ампер сейчас мы воткнемся сразу в power delivery так сначала в power delivery 31 увидим что у нас здесь до редкий случай когда тестер показывает ппс при включенном и пр хорошо и все таки в третью зайдем также посмотрим да действительно подтверждается pps есть ну я думаю что первый порт и второй они совершенно одинаковые да они совершенно одинаковые поэтому не стоит проверять но авто детектом я все равно на всякий случай пройдусь по посмотрим что у него там наковыряется ну и как как я ранее говорил вот не доверяя юсби тестером да и вот вроде бы как apple 2 и 4 ампера нет на самом деле есть будет работать вот кс типа ни второго ни третьего нет есть типа 1 5 вольтовый но и зато горит кси 4 это ни о чем не говорит это говорит о том что тестер но вот может обмануть сейчас на всякий случай возьму другой и пройдемся точно так же и да уже здесь видим что есть кс но этот тестер показывает фигню постоянно по да у них у него так и не решили эту проблему с этим с 15 вольтовым режимом так что лишнее доказательство того что не стоит доверять юсби тестер как распределяется мощность я уже в телеге сбросил вот такую вот табличку с официального сайта а может не официального я уже не помню где ее взял ну собственно посмотреть на нее можно может быть я даже вставлю ее видео но все хотелось бы увидеть и на практике но однако у него есть 150 ватт на dc и у него есть 140 ватт на одном 140 ватт на другом если мы используем по одному и типа 30 ватт на юсби эй ну а если кто-то воткнут в дисси то мы не сможем получить более 15 ватт на каком-нибудь другом порте ну сейчас на практике все проверим так зашел в епр на одном тестере в разъеме юсби си 2 и попробуем все то же самое увидеть на втором тестере да здесь все перезагрузилась и сейчас посмотрим как делится мощность и у нас получилось на втором всего лишь 60 ватт а на первом 90 ну что ж вот они и 150 но интересно если вот здесь вот нагрузить что будет сейчас попробуем посмотрим посмотрим и так порт дисси на дисси у нас доступно 20 вольт кстати говоря еще и дисплейчик сейчас рассмотрим 20 вольт 0 ампер посмотрим кстати здесь еще пленочка ну пленочку я отдирать не буду потому что зарядник нему не мой надо его отдать еще вот он меня год ждал год человек купил по и мне даже неудобно честное слово и ну хорошо что он добрался ладно давайте воткнемся сразу сюда воткнемся в нагрузку буду давать потихонечку нагрузку и будем смотреть на и будем смотреть на дисплей поехали ну и начнем его нагружать 1 ампер есть 20 ватт показывает так достаточно точно немножко показывает чуть меньше хотя у меня точно 2 ампера выставлено ладно 3 ампера 60 ватт 4 ампера 85 ампер 100 ватт 6 ампер 120 7 ампер 140 ватт есть переключаем разряд на нагрузке так и до 7 с половиной ампер нагружаем его есть 150 ватт отлично 20 вольт 7 с половиной ампер все вроде бы даже точно показывает интересно что в это время нам покажет порт юсбиси потому что как бы заявлено что там ничего не должно быть так включаемся вот сюда вот в нижней где там тестер заходим смотрим в тестер и триггер power delivery он зайти не может не может зайти так если первый порт так а здесь зашел power delivery триггер и видит 10 ватт всего лишь но как и заявлено хорошо ладно отрубила отрубила ладно и во втором порте я снова переткнулся нет не заходит ладно снизим мощность допустим до до 120 ватт что будет пока что ничего не будет снижаемся до 100 так 99 ватт что у нас здесь здесь ничего перетыкаемся пока что тоже ничего снижаемся ну где-нибудь до 80 ватт 83 так до 4 ампер вот так вот где-нибудь 80 ватт что у нас здесь пока что снова ничего так три с половиной ампера здесь у нас 70 ватт и по-прежнему ничего ладно снимем нагрузку снял и видимо ему нужно какое-то время да почему-то как-то ничего не получается давайте снимем вообще все завис еще раз перетыкаемся значит туда появилась на втором порте все что надо на первом да видимо ему надо какое-то время чтобы раздуплиться сейчас я перейду в pd31 чтобы было видно что было понятно что есть полная мощность пока что ее нет еще раз перетыкаемся так pd31 есть снова сюда подключаемся нагружаем перезагрузка пошла и что он нам увидит все равно только 5 вольт 2 ампера причем мощность здесь составляет всего 70 ватт ладно убавим мощность до половины ой чуть меньше не половина еще меньше до 60 ватт и все равно не получается вот как ты не крути а нет все пошло пошло да ему надо какое-то время подумать но зато здесь видим уже 100 ватт так запятаю какой-нибудь потребитель до переключилась на 20 вольт из 45 40 50 60 ватт 60 и здесь у нас тоже 60 и все-таки я еще немножко подбавлю нагрузки на одессе и как только я начал до подбавлять нагрузки немножечко все равно все сбросилось на 5 вольт и 10 так что не все так логично как сказано причем это вот половина от мощности 70 ватт но все равно живая нормальная правильная нагрузка виде power delivery видит только 10 ватт еще раз переткнемся тогда в нижней а здесь вообще всего лишь 5 ватт причем с низким напряжением ну вот как то вот так вот работает да и это на самом деле мне интересно было выяснить но я может быть еще кому-то и было интересно кроме меня но во всяком случае вот она вот так вот несмотря на все таблички которые были заявлены там на официальном сайте предлагаю проверить точность но я думаю что по напряжению то он точно показывает а вот по току но 28 вольт есть а ну-ка посмотрим на дисплее да действительно 27 9 он показывает попробуем его нагрузить до 140 ватт сразу по одному ампера будут давать один ампер есть нормально 2 ампера есть тоже нормально 3 ампера есть просадки практически никакой но это хорошо хорошо 28 мы 15 он держит 5 ампер 140 ватт до без проблем отлично замечательно молодец сейчас ноутбук притащу проверим так подключаемся к ноутбуку что у нас будет интересно и 28 вольт есть и должно быть примерно 140 ватт но 136 там так на дисплей там зажечь ну да 140 есть 140 ноутбук отлично замечательно красота работает и это хорошо ну и сомнений ты не было еще раз на дисплей да он показывает немножко больше 28 2 то что он там внутри себе намерил и 5 ампер я не знаю есть смысл второй порт проверять и не будешь обманывать правильно производитель так сейчас дисплей включим ага включил и да вот здесь немножечко по-другому напряжение меньше да все таки они разнятся между собой но 140 ватт есть до порты разные разные судя по напряжению здесь 27 и 8 там было чуть больше там было 28 и 15 по моему и все-таки они разные какая-то разница даже в элементной базе там наверно в сборке какая-то есть ладно хорошо выяснили так теперь пульсации поскольку осциллограф у меня не очень чувствительный я сначала не мог понять вообще что происходит но как мы видим на холостом ходу то есть без нагрузки пульсации вообще крайне маленькие то есть моему осциллографу даже но на 10 мили милливольт видит но это очень мало ну и я даю ему нагрузку 3 ампера 3 ампера 3 ампера и мы видим здесь просто нереально маленькие пульсации в размере 20 милливольт 20 милливольт это прям очень хороший показатель замечательно интересно что будет если дать ему реальную нагрузку какую-нибудь посмотрим сейчас должно все переключиться до 12 вольт есть 20 ватт есть даже 30 ватт вот они где 30 ватт 11 вольт 2 12 вольта два с половиной ампера вот powerbank мой заряжается и пульсации крайне маленькие 30 милливольт 30 милливольт всего лишь очень хорошо да да очень неплохо прям красота красота замечательно сейчас перейдем это был порт юсби и сейчас посмотрим на юсби си теперь юсби си верхний номер один который просто нереально маленькие пульсации 10 милливольт при пяти вольт переключаемся во второй все то же самое все то же самое отлично прям хорошие результаты тут уж поработали инженеры смогли молодцы так 9 вольт а можно сказать ничего не изменилось 12 вольт так сейчас я горизонталь поиграем с горизонталью посмотрим вот так вот вот так вот мы увидим что-нибудь мы увидим что-нибудь в районе 70 милливольт при 12 вольтах так 15 вольт тоже самое при 20 вольтах тоже самое и 28 вольт 100 милливольт сейчас горизонталью поиграем что-нибудь увидим какой-нибудь ну не кашу а хоть хоть что-нибудь похожее да на ну в общем красота красота я бы сказал даже очень даже неплохо это без нагрузки сейчас попробуем с реальной нагрузки посмотреть так подключаем ноутбук есть что у нас здесь 28 вольт 138 140 ватт и здесь мы увидим крайне маленькие пульсации да в районе где-то но вот так вот но до 200 иногда доходило что-то там какие-то всплески но тоже на них смотреть блин у меня здесь только помех всяких разных что без ничего может показать один вольт у меня такое бывает здесь но неплохо неплохо я бы сказал даже не неплохо очень хорошо я бы сказал так да здесь они потрудились производитель потрудился на слово молодец посмотрим еще немножко практике два аккумулятора этот умеет 140 ватт потреблять этот умеет 100 потреблять так начнем со 140 ватт на вам это смски мне так 140 ватт аккумуляторы этот потребляет хорошо этот отдает так что будет если воткнем 2 100 ваттный тогда перезагрузилась и так сфокусируйся фокусируйся так нашли они друг друга на c1 остался 90 ватт а второй только 60 ватт отлично еще раз убираем вот этот здесь должно быть 100 ватт сейчас до перезагрузилась и но соображай соображай на вот так бывает зарядниками дам не сообразить бедняжки да такое случается сожалению никто от этого не застрахован или у меня сдох аккумулятор там или или зарядник сдох или что вообще происходит ничего не происходит но переподключимся давай нет что-то там пошло да надо переподключаться иногда но для этого хорош дисплей чтобы видеть что происходит 100 ватт есть еще раз сюда все точно также 90 и 60 и самостоятельно не стартует да но такое случается ну вот кто бы знал кто вы знал и но может быть и не включится там через какое-то время но пока что вот я ничего не режу видео не режу вот показываю как есть да ничего не происходит ничего не получается сам самостоятельно не стартует да вот так вот переткнулся сюда ничего не пошло может быть надо снова в аккумуляторе переподключиться нет а да 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 ну может аккумулятор кривой кстати говоря такое я вполне себе это могу себе представить потому что это максимальная какая-то дешевая версия переткнемся сюда 20 вольт сообразил и моща поползла но никто не застрахован ни от каких кривых вот таких вот вещей ладно вроде бы разобрались и вроде бы работает теперь приложение у него есть приложение работает они работают они друг с другом по блютусу на приложение есть всякие другие штуки ну собственно легко добавить вот этот свой нажать сюда как он будет светиться увидеть вот так вот его покрутить можно здесь ну не знаю весело и прикольно конечно но однако не знаю ладно нажимаем на него и смотрим что здесь видно здесь кнопка сценарий сценариев есть несколько и к сожалению вот я ничего не понял в сценариях не никак не было не разобраться и я разницы особой не увидел но зато можно контролировать что у нас есть на выходе то есть вот c1 c2 usb-a и dc поэтому я аккумуляторы не убирал воткнемся 1 и посмотрим что у нас тут происходит мы видим напряжение почему-то всего 20 вольт 20 вольт не должно а 20 до извиняюсь извиняюсь да все правильно 20 так хорошо второй порт подтыкаемся мощным аккумулятором который 140 умеет потреблять но вдвоем они сейчас у нас не смогут оба работают по 20 вольт и на одном у нас мощность 90 и на другом 60 60 отключим один так что у нас здесь будет да все полная перезагрузка переключился на 28 вольт вижу и должно быть в районе 140 ватт ну даже 144 пока 144 это много 140 144 это много ну ладно ладно пусть будет главное что показывает и как-то да можно это контролировать вот подолкнул еще один наверное из другой комнаты по блютусу удобно удобно ну и видим что вот переключилась вот эта вот бегущая штука на вот такую вот круговую потому что я ее когда баловался на это переключил здесь вот можно настройки заставки экрана да кстати говоря про заставку экрана наверное с нее мы сейчас и начнем значит сейчас у меня стоит заставка вот такая вот вот я обрезал кусочек и туда ее загрузил но есть вот фирменные которые вот были допустим давайте ее туда зашлем вот эту передача заставки все пошла передача этой заставки и сейчас она должна измениться вот на свою фирменную передача происходит не быстро как мы видим достаточно долго но все-таки блютус наверное и какие-то там файлы весят каких-то килобайт но дождемся пока передаст готово переехала она туда и нажмем на сенсор один раз и вот здесь вот такая вот заставочка в общем гифки туда можно загрузить наверное всякие любые какие угодно вроде бы разобрались теперь регулировка светового вот этого вот эффекта который меня честно говоря раздражает потому что ну вот вечером когда все это светит и гуляет вот так вот ну меня раздражает то есть ее можно выключить взять вот здесь вот раз все выключилось отлично красота красота хорошо что придумали ну и эффектов тут достаточно много разных можно выбрать свой вот таким вот образом там одним цветом другим цветом здесь индикаторы тут еще вот так вот по всякому по разному в общем много вариантов мне честно говоря это было не очень интересно поэтому как бы ну есть и есть и как-то я там порегулировала вот так вот она бегает она так перестанет бегать если ее выключить из розетки отключить приложение сейчас блютуз уберем выключаю из розетки пробуем так выключил бегает включил и все этот сценарий ушел и исчез ну и ладно собственно так не очень то и хотелось вот все и обновление прошивки обновления не не прилетали а сами сценарии настраиваются здесь же в приложении вот здесь вот и вот у меня не получилось разобраться что там как но может быть на каждый сценарий как то как то это и действует вот собственно и все приложение ну что можно уже наверное и итоги подвести в общем то интересная получилась зарядка да необычная дисплейчик вот дисплейчик для меня маловат маловат и значение напряжения и силы тока вот для меня тоже маловаты я старый и слепой мне уже не так видно но хорошо что это есть ладно у кого со зрением все в порядке они как у меня тот наверное все увидит хороший богатый комплект да кабели с такими разъемами не знаю не знаю сколько как они проработают но наверное они должны работать хорошо все-таки стоит это каких-то больших денег вся эта зарядка показывает да вот почему то снова 20 вольт а 20 вольт потому что опять я путаю аккумуляторы хотелось бы 28 хотелось бы 28 вот так вот и тогда да есть 140 ватт с одного порта причем еще что интересно что если мы воткнем в usb эти 140 ватт никуда не пропадут так интересно если дать нагрузку что будет да порт c1 переключился на 28 вольт ой на 20 вольт на 20 всего лишь и превратился всего лишь 100 ваттный режим ну как собственно и заявлено было в той табличке табличку еще раз можно посмотреть в телеге я выкладывал в теме этого обсуждения этого зарядника то есть работает по мощности не по видимости чего-то там а по мощности но тоже хорошо это неплохо вот все никак не могу завершить видео наверное теперь уже его действительно пора завершать все что мог рассказал не померил я ему нагрев оно немножко нагревается да вот чувствуется корпус немножко нагревается но я думаю что некритично и работать оно будет и не расплавится все таки кучу денег стоит и ну за год уже были бы наверняка нарекания а я посмотрел несколько видео разных и даже пытался залезть в обсуждение на китайском языке ну собственно никаких я особых проблем не вычитал там зарядник и зарядник да дисплеем да вот такой вот весь яркий красивый светящийся только кому вот это надо но может быть кому то это и надо ну а на этом пожалуй все я по традиции всем желаю только качественных гаджетов удачных покупок удачных продаж не забывайте подписываться на телеграм-канал у нас можно создавать любые темы обсуждать их не стесняйтесь это делать у нас весело всем пока я все 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 все